Дети детям Представьте, каково это. Как можно не волноваться перед таким большим выступлением? Ну, когда ты маленький, я обычно не волновалась. Но сейчас происходит так, что я немного волнуюсь, и это иногда мешает. А вообще, я не знаю способов. Ты в руке держишь инструмент. Расскажи про него. Плейта — это очень красивый инструмент. Во-первых, это деревянный духовой инструмент. Все думают, почему его назвали деревянным духовым, но он из железа, потому что раньше он был из дерева. Конечно, ребята, прежде чем давать концерт, усердно трудились. И в этом им помогали самые лучшие педагоги. Среди них были преподаватели Московской государственной консерватории, а также Российской музыкальной академии имени Гнесиных. Они провели 180 часов мастер-классов для тех, кто прошел отборочные испытания. Их было 60 человек. Ребята занимались с 7 утра до позднего вечера. Расскажи, как можно полюбить классическую музыку. Помочь заинтересовать человека классической музыкой. Это будет проще. А вот полюбить уже, не знаю, вот, то есть, например, можно позвать человека, ну, то есть, знакомого своего друга в театр, дать ему послушать это. Если ему уже понравится это, ты можешь его каждый раз приглашать, и, может, он полюбит это дело. На этот концерт собрались не только те, кто прошел отбор, но и те, кому не удалось это сделать. Зато ребят перед началом концерта торжественно наградили грамотами и пожелали успехов в следующем году. А те, кто смог пройти, дали концерт, где участвовали скрипка, флейта, баян, фортепиан, труба, аккордеон, волторна и вокал. Полную версию этого мероприятия вы сможете увидеть на главном телеканале республики. Следите за эфиром. Каждый инструмент звучит совершенно по-разному, но стоит им соединиться в одно целое, как их звучание идеально дополняют друг друга. Юные музыканты отлично справились с этой задачей, а зрители еще не раз придут на их концерты. Это уж точно. Ульяна Иллистанова, Руслан Бигбаев, специально для Горы Новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова